В Химках возле Ленинского проспекта вблизи 9 гимназии 34 детским садом есть переулок с необычным названием. Люди, которые здесь проживают, давно к нему привыкли. В народе уже 20 лет говорят, что это переулок енотов. Первая вывеска появилась на заборе, а не на столбе. Была написана маслом. Автор идеи мой хороший друг и издатель Михаил Северский. Эту вывеску очень быстро сняли. Кто-то на память, наверное, уволок. И вторую вывеску повесили вот уже на этом историческом столбе. Евгения Шляпникова, детская химкенская писательница, была хорошо знакома с автором идеи Михаилом Северским. Ее друг умер, и сегодня историю этого переулка рассказывает она. К тому же Евгения имеет прямое отношение к тому, что здесь появилась табличка с таким необычным названием. В тот период писательница трудилась над созданием очередной детской книги. Евгения писала историю о любопытном и добром зверьке, еноте, которого звали Пафнутий. Меня спрашивают, откуда появилась эта идея. Я могу сказать, что это, наверное, был немножко подарок мне. А мой друг, издатель Михаил Северский, зная моем увлечении, повесил вот эту вывеску. Так и прижилось название переулок енотов и пошло в народ. Сегодня он даже отмечен на онлайн-картах. Многие жители знают, что именно здесь, возле Ленинского проспекта, находится такой необычный переулок. Хотя официального названия этому месту до сих пор нет. Вот этот переулок, это хорошо, что назвали енотом. По идее, она и похожа, как на енота, потому что отсюда всегда движение. Здесь никогда движение не останавливается, ни зимой, ни летом. То дети школьники идут, то в детский сад идут. Такой переулок, то машины туда-сюда ездят. Евгения Шляпникова и многие жители хотели бы, чтобы название переулок енотов стало официальным. Кстати, когда автор идеи Михаил Северский вешал табличку, мимо проходивший житель сказал, что никогда в Химках не видел енотов. Теперь можно с уверенностью сказать, что видели.